Пам-пам. ДТП Ксении Собчак, рекорд игры в кальмара и ссылка Натальи Поклонской. Привет, я Руслан Усачев и сегодня мы поговорим о самых интересных новостях и событиях в Италии и мире за последнее время. Кстати, если вдруг вам покажется, что где-то в этом видео используется технология 25-го кадра, чтобы запрограммировать вас на определенное действие, не обращайте внимания, вам показалось. Пам-пам. Ксения Собчак попала в смертельную аварию в Сочи. Удивительная новость последних дней, потому что она сразу с нескольких необычных углов подсветила российское общество. История следующая, если вы вдруг пропустили. После ведения корпоратива где-то в районе Красной Поляны Ксения Собчак с парой своих сотрудников арендовали машину с водителем, чтобы доехать до аэропорта, где был, собственно, самолет. Водитель их машины решил полихачить и выехал на встречку для обгона, но не рассчитал маневр. В итоге столкновение с Фольксвагеном, одна женщина скончалась, еще пара пострадавших. Мерседес, в котором сидела Собчак, так небольшим ушибом отделался. И что же тут произошло? Все тут же обвинили Собчак в этом. По умолчанию она виновна, потому что она богатая и ехала в машине дорогой. Ну, ладно, не все, большое количество людей. Да как она могла? По-любому поторапливала водителя, да, чтобы успеть по своим важным богатым делам. Не вышла даже помочь потерпевшему, а просто села в другой такси и уехала в аэропорт. Извините, алло, человек ехал в такси, где водитель отвечает за безопасность. Это даже не ее личный водитель, это таксист. Даже если вдруг она его поторапливала каким-то образом, в чем я, честно говоря, сомневаюсь, то это решение водителя. Это не означает, что если тебя поторапливают, ты обязан тут же навстречку выскакивать. Это действие и ответственность водителя машины, и он, возможно, за это присядет. Кстати, он признает полностью свою вину. А вот то, что она не вышла помочь, это, конечно, мразь. Как она могла? Вообще-то, она была в той же машине, которая была в ДТП. Она, как бы, пострадавшая тоже, вообще-то. Видимо, из-за того, что на известный богатый человек ей нужно выскакивать и первую помощь всем оказывать самостоятельно. Голос Агамота использовать, чтобы время отботать. Да, она могла забить на свой самолет и остаться все разрубивать самостоятельно, но она не обязана это делать. Можно было бы, допустим, директора своего оставить, кстати, как вариант. Как заявляют, они вообще удостоверились, что скорая все-таки едет уже, и только после этого уехали. Реальное ощущение, что, читая заголовки, народ прямо замер в ожидании, что Собчак наконец-то знатно обосралась. Сейчас мы получим нового Ефремова, как минимум Эдварда Билла. Главное, что правоохранительные органы только рады такому резонансу. Они на допрос Собчак вызвали, хотят ее привезти на очную ставку с водителем, который... Такси, водителем такси, который признался во всем. В Сочи ее для этого привезти, чтобы вот все выдавить из этого кейса. Наверное, сейчас в сочинском УВД все напряженно думают, где бы здесь разглядеть в этом деле сепаратизм какой-нибудь или экстремизм. Короче, очень стыдно на все это смотреть. Мне кажется, что сочинским полицейским стоит другой момент этого дела разобрать. Я уже не припомню, когда последний раз так быстро новость обрастала мясом. Потому что уже типа через две секунды в сети появились записи столкновения, развернутое интервью водителя, записи из автобуса, который зацепило, Записи проезжающих мимо машин, запись из вип-зала аэропорта, куда Собчак приехала после аварии. То есть сливается на раз абсолютно все, никакой приватности. Возможно, на трассе из Адлера специально нет разделителя, чтобы вот люди могли выезжать навстречу, попадать в аварии, и тогда уже все смогут спокойно продавать видеозаписи в СМИ. Но зачем с этим разбираться? Давайте лучше публичную порку Собчак устроим, ведь она оказалась в этой машине. Пам-пам. Игра в кальмара стала самым успешным за всю историю шоу Нетфликса. За 17 дней с премьеры сериал посмотрело более 111 миллионов человек. Это первое шоу, которое набрало более 100 миллионов просмотров меньше, чем за один месяц. Ну, среди других шоу Нетфликса, это первая позиция в 94 странах мира. Там, правда, хитрая система подсчета, это не то, чтобы 111 миллионов человек посмотрели весь сериал, это 111 миллионов посмотрели хотя бы первые две минуты. Там очень закрытая статистика, при желании можно любые результаты нарисовать. Примерно как выборы в Госдуму. Но отрицать успех игры в кальмара глупо. Думаю, вы заметили, что сейчас листаешь тикток и там постоянно. А вы знали, что все игры были нарисованы на стенах? А вы знали, что во время игры «Зеленый свет, красный свет» камера не сканировала старика? Ну и постоянное высмеивание херовейшей английской озвучки. Забавно даже, насколько вот Америка смотрит только свои собственные фильмы, что они на световые годы отстали от России и европейских стран в вопросах дубляжа иностранного кино. Но я бы хотел обратить ваше внимание на один очень крутой, назовем это эффект Нетфликса. Понятно, что сейчас корейская культура в принципе захватывает мир. Кей-поп в чатах, паразиты берут Оскар, игра в кальмара стала первым за долгое время всемирно обсуждаемым сериалом. Все шьют себе костюмы на Хэллоуин, и ютуберы судорожно пытаются придумать, как снять игру в кальмара в реальности. Но помимо корейских сериалов, на Нетфликсе успеха добиваются и другие весьма локальные продукты. Испанский бумажный дом или русская эпидемия. Понятно, что это немного другие масштабы, но все равно несколько лет назад сложно было представить, чтобы кто-то в мире вообще хотел посмотреть русский сериал про зомби. Давая площадку и зрителей проектам со всего мира, Нетфликс не только отъедает немного рынка у Голливуда, он в каком-то плане вообще убивает саму концепцию Голливуда как главного поставщика контента для западного мира. А вы знали, что смерть главных персонажей были предсказаны заранее, когда они вышли из игры? А спонсор сегодняшнего видео это вы и ваше внимание. Именно благодаря вашим лайкам и подпискам, маленький кораблик моего канала выживает в этом ютубовском море из обзора дорогих тачек, реактов и вечно меняющихся алгоритмов. Спасибо большое за поддержку, ссылка на вас в описании. Там же еще есть мой магазинчик, где вы можете ухватить самую новостную кружку в мире. На ней даже написано. Пам-пам. Санкт-Петербург может попасть в книгу рекордов Гиннесса по очень стыдной причине. Я начну издалека. Активисты движения Город Перемен провели выставку работ, связанных с разными заброшенными зданиями в Санкт-Петербурге. И судя по фоткам, проводили их, видимо, в одной из этих заброшек. Весь этот перформанс прошел на фоне того, что даже по официальным подсчетам в Питере порядка 7 тысяч зданий находятся в плачевном состоянии, и многие при этом являются как бы историческими памятниками и культурным достоянием. И вот тут мы подходим к самому рекорду. Организаторы выставки, они подали заявку в книгу рекордов Гиннесса, чтобы признать Санкт-Петербург городом с самым большим количеством исторических руин. То есть, по факту, самым разваливающимся городом в мире. Так себе титул, согласитесь, где-то рядом с рекордом по количеству закладок на окраинах и самому мякишному губернатору. Смотрите, я как человек, который сейчас находится в Неаполе, скажу, что, конечно же, рекорда никакого нет. Есть города, где власти куда больше болт забили. Но признаю, глупо отрицать, что такая богатая страна, как Россия, которая так вот переживает за свою культуру, за свое наследие, так противится плохому влиянию западной культуры, вроде как должна сильнее и лучше заботиться о своих исторических зданиях. Но нет, всем на них в основном наплевать. Ну, кроме тех зданий, которые оказываются на каких-нибудь очень лакомых кусочках земли. Такие здания внезапно могут загореться, и на их месте появится элитный жилой комплекс или торговый центр. Справедливости ради скажу, что, конечно, Питер вот именно в этом плане сохранился лучше, чем, допустим, Москва и другие региональные центры. Но часть меня очень хочет, чтобы Питер все-таки получил этот рекорд Гиннеса. Тогда у властей пригорело, и они вынуждены были бы что-нибудь с этим делать. Хотя, может быть, пригорит у мэра Воронежа, он решит отобрать этот титул у Питера и разбомбить свой город. Пам-пам. Ограбление недели произошло в Красноярске. Привет, Красноярск. Грабили офис микрозаймовой организации. Пришел мужик с ножом, начал им размахивать, угрожать, требовать, чтобы ему отдали всю кассу. А когда ему отдали всю кассу, он понял, что там всего лишь 40 тысяч рублей. Не та сумма, за которой ты решаешься на ограбление. Мужик даже успел предъявить за это, отчитать кассиршу, что у него так мало денег в кассе, что там все мелкими купюрами. Расстроенный ушел оттуда. Я не знаю, чего он ожидал. Это же как бы микрозаймы. Там маленькие деньги, и их нет, потому что все отдали взаймы. У них даже на охранника, видимо, денег не хватило. Огорченный грабитель ушел с 40 тысячами рублей. Может быть, ему и хватит хотя бы погасить свой собственный кредит. Возможно, в той же самой микрокредитной организации. Пам-пам. Я вижу, что у вас хорошее настроение. Вы там хаваете что-то, смотрите ютубчик. Может быть, даже после работы пришли, развалились на диване, положили телефон на живот и убиваете время. Что ж, сейчас вам будет больно. Через месяц уже выходит ремейк фильма «Один дома». На стриминговом сервисе Disney+. И да, трейлер выглядит отвратительно. Это мой дом. Я должен его защитить. Оранжевая полоска, центральный карман. То есть, это даже не продолжение, как были там фильмы «Один дома 3», «Один дома 4», которые сразу выпускали на DVD в нулевых. Это прямо ремейк. С абсолютно такой же завязкой, с такими же действиями. Могу себе представить, что примерно с похожей развязкой. Только все немного адаптировано под современные реалии. Один из грабителей – женщина. То есть, это прогрессивно. Так, смотрите, в «Один дома 4» тоже был грабитель женщина, но давайте не будем докапываться до моих шуточек. Хочу уточнить, я как бы не против ремейков, никто не запрещает смотреть оригиналы. Я скорее расстроен, что так дешево этот ремейк выглядит. Я бы только рад был посмотреть на крутую современную адаптацию «Один дома». Но вместо этого, Disney+, который строит из себя конкурента Netflix'у с его хитовыми фильмами и сериалами, снимает какую-то, ну, совсем дешевку. В твиттере платформы даже написано, что «Нас с вами ждет оригинальный фильм Disney+.» Нет, Disney, оригинальность выглядит не так. Ты думаешь, я настолько глуп? Серьезно, блогеры сейчас могут себе позволить продакшн лучшего качества? Типа, русские блогеры. А Disney как будто вот вспомнил те славные времена 90-х, нулевых, где за каждым успешным мультиком или фильмом они выпускали 2-3 дешевых сиквела и решили провернуть то же самое в 21 веке на стриминге. Мне кажется, это какое-то неуважение к зрителю. И еще мне кажется, что меня теперь точно не позовут ни на одну примеру Disney. Для тех зрителей, кто сильно младше меня, кто даже не в курсе, что за фильм такой «Один дома», из чего он так заслуживает обсуждения в ведущем новостном шоу YouTube «Усачев Тодей», то, во-первых, конечно, посмотрите его. Скоро новогодние праздники, это хороший праздничный фильм, я рекомендую. А во-вторых, просто доверьтесь мне и ненавидьте ремейк всем сердцем. Пам-пам. Мужское государство заблокировали. Сообщество людей, которые считали, что лучший способ защищать традиционные ценности России — это быть конченными ксенофобами, женоненавистниками и гомофобами — лишили своего канала в Телеграме. Точнее, заблокировали канал основателя движения. На YouTube их тоже там поперли. Как теперь организовывать рейды на рестораны, которые выкладывают в своих социальных сетях чернокожих людей? Непонятно. Русский мир в опасности. Самое смешное, конечно, в том, как произошла эта блокировка, потому что Телеграм был, ну, практически последним оплотом ребят. С других платформ их прогнали, потому что зашквар. И вот когда была история с тем, что в Телеграме заблочили бота умного голосования, Дуров заодно пояснил, почему он, собственно, не блочит вот этот сомнительный канал мужского государства. Официальная позиция, что из-за боты Телеграма прилетела прямо от Apple и Google. И это была угроза полной блокировки Телеграма в России. А про мужское государство ему никто ничего не говорил, а значит, здесь свобода слова может работать. Догадайтесь, что случилось. Apple и Google услышали намек Дурова и сказали, что мужское государство нарушает правила платформы, и теперь у Телеграма нет никаких опций, нужно удалять. Естественно, они найдут другое место, где можно собраться вместе, облизывать друг друга в порыве националистической гордости. Но в любом случае, стул из-под них выбили, и сложно будет собрать быстро такое же большое сообщество. Серьезно, мне прям нравится, какая игра произошла. Дуров такой. Я за свободу слова, только если платформы мне не запретят. Платформы такие. А, ну да, закрывай, очень плохой канал, мы такое не терпим, и очень хотим, чтобы все забыли, как мы блокировали приложение Навального. Позняков такой. Плачет. Пам-пам. Россия установила рекорд, я поздравляю вас всех, тех, кто россияне, рекорд по количеству заблокированного в гугле контента. Если взять все государственные запросы на удаление информации в гугле с 2011 года, то 60% всех запросов пришли от российских органов власти. Есть даже инфографика, по которой можно следить, в какой не очень напряженной борьбе Россия вырвалась в лидеры. Прямо вот видно, как в районе 2012-2013 года чиновники узнают, что можно не только жаловаться на статейки в сети, но эти жалобы еще и удовлетворят, если есть соответствующий закон. Тут пришло осознание, что если ты хочешь запретить какой-то кусок информации в России, а гугл согласен это сделать только на основе закона России, то можно просто написать новый закон. Это твоя работа, писать законы. Американские соцсети не готовы ничего удалять, но если есть местный закон, то они как бы ему подчиняются. Просто нужна бумажка с подписью президента, и случается чудо. Собственно, одна из причин, почему мы получаем такое количество запретительных законов в последние годы, чтобы у чиновников вот была эта самая волшебная бумажка, по которой можно прийти в соцсети и что-нибудь запретить. Исполнение любых фантазий. Это, конечно, более долгий и трудоемкий путь, чем просто заблокировать гугл, но зато потом можно сказать, что никакой цензуры нет, никакого давления на свободу слова нет. Есть просто закон, и мы требуем его исполнения. А то, что мы сами приняли этот закон, ну как бы давайте не будем обращать на это внимание. Важный момент, большая доля запросов, это удаление контента по авторским правам. Всякие сайты с пиратскими фильмами, сериалами, книгами, но примерно треть запросов связана с угрозой национальной безопасности, и я не думаю, что это вот жаловались на то, что кто-то где-то нелегально залил сериал «Агент национальной безопасности» с Михаилом Пореченковым. Во втором полугодии 2020 года США отправили всего два запроса с такой формулировкой. Турция 70. Россия отправила более трех с половиной тысяч. Кажется, если бы не доблестный Роскомнадзор, то от российской нации вообще бы следа не осталось, но все ссылочки потерты, можно спать спокойно. Опять же, справедливости ради скажу, что Россия скорее всего уступила бы, допустим, Китаю, если бы там работали сервисы Гугла, а так им просто не нужно никакие запросы отправлять. США тоже в выигрышной ситуации, так как тот же самый Гугл, американская компания и его правила пользования по умолчанию основаны на американских законах. Интересно, как вы считаете, что случится раньше? Чиновники поймут, что нет толка в таких блокировках или им просто надоест подписывать огромное количество запросов, и они просто запретят все соцсети и поисковики. Пам-пам. Помните официального амбассадора Крыма в 2013 году? Наталью Поклонскую. Ее отправили в ссылку. Прокурор с ярким образом, жесткими заявлениями. Все эти мемы, может быть, вы еще помните про нее. Любовь к царю Николаю и железная традиционность. Настолько железная, что она проголосовала против повышения пенсионного возраста в России, при том, что она являлась как бы членом единой России. И вы заметили, что она как-то после этого пропала? Как будто, ну вот, что-то не срослось. Пустили женщину в федеральную политику, а она почему-то проголосовала так, как хотела, а не так, как ей сказали. Еще и какая-то подозрительная одержимость монархии, какой-то кринж, короче. Не то, что вот Милонов нормальный человек. Я помню, в Поклонске были какие-то попытки поправить свой публичный образ, но в Новую Думу ее партия даже не позвала, и, наконец, мы узнали почему. Потому что она в ссылке, только в очень странной. На днях официально объявили о ее новом назначении. Назначении на пост посла Российской Федерации в Кабу-Верде. И вот сейчас вы узнали, что, оказывается, такая страна существует. Это островное государство у берегов Африки с населением в полмиллиона человек. 175-е место в мире по численности населения. При этом все страны, ну, почти все страны, которым еще меньше людей живет, это какие-нибудь там отдаленные территории Великобритании или Франции. То есть не совсем полноценные государства. Кабу-Верде реально одна из самых маленьких стран в мире. И, в принципе, факт наличия там российского посольства, он странный. То есть там на дозаправку останавливаются российские самолеты, которые на одном баке не могут долететь до Латинской Америки, но сейчас это редко происходит. Но вот посольство с советских времен осталось. Видимо, как раз для таких случаев. Что поклонское? Ты хочешь попробовать себя в дипломатии? У нас есть для тебя. Отличное место. Никогда не угадаешь. Реально никогда не угадаешь. Свежий посол говорит, что представлять Россию почетно. И не важно где. Она уже изучила всю доступную информацию о новом месте работы. Но, цитирую, реально изучить страну можно будет только уже на месте. Видимо, речь идет о том, что она планирует в первые полчаса обойти весь остров и в первый месяц лично познакомиться с каждым человеком в стране. Я посмотрел информацию. Есть куда больше государств, в которых вообще нет российских послов. За такие территории обычно отвечают послы соседних стран. Допустим, если тебя назначают послом в Шри-Ланку, то как бы бонусом в Добейцах ты получаешь Мальдивы. Поэтому еще сильнее ощущение, что вот это реально ссылочный остров посреди океана. Но хотя бы не отравление. Я по карте немного потыкал. И вроде как там пляжи есть, какая-то инфраструктура туристическая, пятизвездочный Хилтон. Поэтому, Наталья, если вам вдруг станет скучно, когда вам там станет скучно, то зовите в гости, приедем с ними, пора валить в Каба-Верде. Пам-пам. Я часто наблюдал споры о том, кто может называть себя стендапером. Ходишь ли ты на открытые микрофоны, чтобы обкатывать свой материал. Был ли ты до этого блогером, который сейчас выступает только на свою лояльную аудиторию. Раскручивали тебя через теле какие-нибудь тентешные продюсеры. Все это не важно. Я считаю, что теперь удостоверение стендапера можно получить только при одном условии. Если ты записал видео с извинениями за свои шутки. Вот буквально недавно отгремела история с изгнанием из страны Идрака Мерзальзаде, потому что он пошутил, что русские спят на обосранных матрасах. Кстати, суд немного пожалел Идрака, и вот ту самую пожизненную нежелательность присутствия в России приказали заменить на чуть менее, чем пожизненную, пока непонятно на какую. Но суровая российская культура отмены ищет новых жертв, и в этот раз не повезло сразу двум комикам. Ариана Лалаева и Александр Ни. Извиняться им пришлось теперь перед осетинами. Где-то год назад проходил Рост Баттл, формат, где комики перекидываются жесткими шутками в адрес друг друга. И там Александр сказал, что у Арианы между ног осетинский пирог. У Арианы между ног осетинский пирог с рваным мясом. Смотрите, в интернете, когда там обсуждается история с Хованским или с Идраком, все, видимо, считают, что важно отметить, что осуждают саму шутку, что она неудачная, что она отвратительная, но наказывать за такое нельзя. Тут я хочу отдельно отметить, что это просто не смешная шутка. Вообще. Ну, то есть, не касаясь всей истории с извинениями, просто это же, типа, чё такое? Это какой-то настолько верхний уровень снят. Типа, она из Осетии, значит, у неё где-то осетинский пирог. Вот это прожарка. Чё она ему должна была ответить? А ты русский, да? Ты борщом кончаешь. У тебя вместо яиц два вареника. Твоя жопа, блин, с икрой. Я, кажется, проголодался. Короче, сейчас этот фрагмент разошёлся, как всегда это бывает по каким-то там мелким сообществам, где сидят защитники вот традиционных ценностей и величия нации, в данном случае осетины. Их возмутила такая шутка, потому что осетинский пирог используется в древних ритуалах и в каком-то плане это святая вещь. И вот тут такое осквернение. Комикам начали угрожать, проклинать, желать смерти и прочий вот кэнцел-набор, за которыми последовали видео с извинениями. И самое для меня странное, наверное, что выглядит так, что больше досталось не человеку, который произнёс шутку, а девушке, в адрес которой она была произнесена, которая просто стояла рядом, но она осетинка. И Ариана записала даже два извинения. Вся в слезах, рассказала, что с ней серьёзно поговорили, уволили с работы и, в принципе, она как будто лишилась родины. Вот это, я понимаю, настоящая прожарка. От родных, как и надо. Хотя бы без уголовных дел пока. Я желаю ребятам пережить травлю. Я надеюсь, что извинения дошли до тех людей, которым это важно было услышать, и они довольны. Хотя я уверен, что те, кто закидывали им в личку угрозы убить их и порешать, через месяц вообще не вспомнят, что эта история была. Им просто сейчас скажут, что вот они таким образом защищают свою культуру. Чем защищают? Тем, что травят молодую девушку, которая пытается преуспеть в стендапе, в современном и очень конкурентном ремесле, покорить Россию. То есть она в теории может стать популярной и очень знаменитой в СНГ и сделает для осетинской культуры больше, чем любой из людей, которые пишут сейчас ей гневные комментарии. Но нет, давайте все это перечеркнем, потому что мы увидели какой-то фрагмент видео, снятого год назад в каком-то полуподвальном мероприятии. И там была шутка, которая нас обидела. Для меня, кстати, тоже новостью стала, что оказывается осетинский пирог несет вот такое сакральное значение и в ритуалах используется. Я не знал этого раньше. Если кому-то интересно, я знаю пару питерских доставок осетинских пирогов, которые надругались над ним куда сильнее, чем Рост Баттл. Пам-пам. В России стартовало самое странное и нелогичное голосование, которое я видел со времен, ну, 19 сентября не так давно было, поэтому не так много времени прошло, да. Так вот, на госуслугах сейчас можно выбрать населенный пункт, куда проведут мобильный интернет. То есть есть огромный список из разных там сел, аулов, деревень, где сейчас нет покрытия. И люди могут выбирать, кто из них больше заслуживает вышку 4G, и это называется программой устранения цифрового неравенства. Неравенство с кем? Видимо, с Москвой и Питером, потому что жителям этих городов голосовать нельзя. Мне, допустим, нельзя. Идея звучит прикольно. Пока не задумаешься и не поймешь, что она достаточно бесполезная. Вышки поставят в топ-10% списка по итогу голосования. При этом там должно жить не более 500 жителей и несложно сильно прокладывать кабель. Но ведь получается, что при такой системе люди, которые живут прямо в этих селах, не смогут проголосовать, ведь у них нет интернета и доступа к госуслугам. Голосовать могут жители городов, где уже есть интернет. И голосовать они будут за какие места? Ну, за те, куда сами ездят и где живут их родственники. То есть по факту это проведение мобильного интернета в дачные поселки, куда там выезжают городские жители, им хочется оставаться на связи. Получается, что те, у кого уже есть интернет, получат еще больше интернета, а те, у кого его нет, даже не смогут проголосовать и останутся без него. Это не устранение цифрового неравенства, это... это капитализм. Пам-пам. В Италии, где я живу этот месяц, продолжаются антиковидно-ограничительные протесты. Ну, вы понимаете, о чем я. То есть есть ограничения из-за ковида и вот против них протесты. Конкретно здесь проблемы с зелеными паспортами. Штука, которая постепенно, я думаю, до России добирается, но вот тут она уже повсеместно действует. В Неаполе, если ты хочешь поесть внутри ресторана, а не снаружи, или зайти в какой-нибудь музей, ты должен показать специальный QR-код в приложении, ну или распечатанный. Это может быть либо сертификат о вакцинации пройденной, либо там ПЦР или антигентест. Но тестов хватает типа там на 2-3 дня, то есть их постоянно делать ты разоришься. Тысячные протесты в крупных городах, в полицию летят петарды, полиция в ответ кидает гранаты со слезоточивым газом, веселятся итальянцы вовсю с перерывами на сиесту. Естественно, протесты не из-за того, что приходится ужинать, сидя за шатающимся столиком на улице, а из-за того, что с 15 октября сертификаты обязаны иметь все работники как государственного, так и частного сектора. А с начала сентября даже в поездах дальнего следования их проверяют. Что, как понимаете, очень сильно сужает возможности для передвижения и для работы людей. Многим такое не нравится. Кстати, в метро здесь можно так же спокойно, как и в России, кататься. Никто не проверяет там, ты вакцинирован, не вакцинирован, маска надета, и то хорошо. Весь ковид, он только в ресторанах и музеях, конечно. У меня вопрос, как вы думаете, придет ли Россия к такому повсеместному доступу только по QR-кодам? То есть в каких-то регионах это начинают вводить, потом откатывают обратно. Мы же сейчас в странной ситуации такой переходной, потому что ковид очень учтиво никого не заражал перед выборами в Госдуму. Там просто стабильно 800 человек в день убивал, а вот сейчас уже начался рост. И как будто с этим надо что-то делать. Я ставлю на то, что никто не будет проявлять политическую волю, какие-то ограничения ведут, максимум временный, потом отменят. Но общая тактика будет следующая. Но кто хочет вакцинируется, а кто хочет умирает. Мы свободная страна. При этом в Италии на данный момент вакцинировано примерно 70% населения. А в России со своей первой зарегистрированной в мире вакциной вот с трудом 30% привили. Что, кстати, на целый процент больше, чем в Албании, Парагвае и второй любимой стране Натальи Поклонской, Кабо-Верде. Кстати, хотите математический прикол? 70% от 60 миллионов населения Италии, это ровно столько же людей, сколько 30% от 140 миллионов населения России. Пам-пам. Это все новости на сегодня. Большое спасибо за просмотр. Я буду рад, если вы поделитесь этим видео в социальных сетях, чтобы больше людей узнали о моем канале, потому что вы можете обратить внимание, что у меня незаслуженно мало подписчиков. А за это получите комплимент дня. Я просто хотел сказать, что ты мой Ганбо. Папам.